Добрый день! Мы смотрите итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 6 марта, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновской области прошел Всероссийский военно-исторический фестиваль. Пироги с кашей и заварихи. Что готовили хозяюшки Симбирской губернии. В Ульяновске проходит чемпионат России по флорболу. Говорить правильно и не бояться публики. Для воспитанников детских домов проводят обучающие семинары. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научно-технологического развития. Президент дал очень четкое указание на фокусировку науки, на достижение технологического суверенитета, обеспечение независимости нашей страны и обеспечение потребностей государства. Прежде всего, связанных, конечно, с устойчивостью экономики и обеспечением специальной военной операции. В Приволжском федеральном округе подготовка специалистов ведется более чем в 200 организациях высшего образования. Наиболее востребованы такие направления, как инженерное дело, IT-технологии, технические, математические, педагогические, естественные и медицинские науки. Для сохранения интеллектуального потенциала в ПФУ по нацпроекту «Наука» на основе интеграции университетов с организациями, действующими в реальном секторе экономики, создано четыре научно-образовательных центра мирового уровня. Один из них – Межрегиональный центр инженерии будущего в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и в Республике Мордовия. Входят сюда Ульяновский госуниверситет и Ульяновский технический университет. Реконструкцию боя Великой Отечественной войны провели в селе Ивановка. На военно-исторический фестиваль традиционно собираются реконструкторы со всей России. Оружие, форма, вещи того времени – организаторы и участники стараются максимально вжиться в роль своих предков, защищавших родину в 40-х годах. Подробнее Юлия Руднева. В этом году исполнилось 80 лет со дня подвига Александра Матвеевича Матросова. В феврале 1943 года боец закрыл собой амбразуру вражеского дзота в бою за деревню Чернышки Псковской области. Его подвиг позволил советским бойцам занять удерживаемую немцами высоту. В честь памяти героя прошел восьмой фестиваль «Бессмертный подвиг». К памятнику героя Советского Союза возложили цветы и показали военно-историческую реконструкцию боя, в котором он совершил свой подвиг. Фестиваль традиционно проводится в селе Ивановка Ульяновского района. Именно в местном детском доме в 36-39 годах прошлого века воспитывался будущий герой Саша Матросов. Мероприятие посетил глава региона Алексей Русских. В тот день ценой собственной жизни, закрыв своим телом вражеский дзот, он спас боевых товарищей и шагнул в вечность, исполнив воинский долг, показав всему миру пример безграничного мужества, самоотверженности, силы и любви к своей родине. На уникальный фестиваль исторической реконструкции каждый год съезжаются сотни участников со всей России. Участвовали 38 военно-исторических клубов из Ульяновска и других городов России. Всего около 200 реконструкторов. Привезли и военную технику времен Великой Отечественной войны. Выражаю огромную благодарность губернатору, правительству Ульяновской области, всем силовым структурам, тем жителям нашей Ульяновской области, которые помогли и помогают ежегодно в проведении этого фестиваля. Новые знания и яркие впечатления получили и участники, и гости мероприятия. Многие приезжают на фестиваль всей семьей. Десять лет уже участвуем. Лично я уже десять лет участвую. Поэтому каждый раз, с каждым разом уровень все выше и выше. Соответственно и организации, и оснащение, и количество приглашенных, и количество участников намного больше становится. Очень понравилось. Очень важно встречать такие мероприятия, потому что узнаешь много об истории, и в принципе становишься более умным. Реконструкторов торжественно наградили за отличную работу. Гости мероприятия сделали памятные фото с участниками фестиваля. Также на мероприятии работали интерактивные площадки, выставки «Полевая кухня» и музей Александра Матросова. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. Воспитывать патриотизм нужно с малых лет. Чтобы разговоры об отчизне были еще более интересными, прибегают к различным современным способам. Например, просмотр фильма. Ульянским школьникам показали фильм «Нюрнберг», который рассказывает историю знаменитого судебного процесса. Зал кинотеатра полностью заполнен подростками. Но на экране не голливудский блокбастер, а наш, отечественный. Школьники пришли посмотреть художественный фильм «Нюрнберг». В годы Великой Отечественной войны против нас сражалась вся Европа. И сейчас потомки тех недобитых фашистов пытаются снабжать оружием, наемниками и всеми вещами фашистский украинский режим. Но еще раз повторю, и все мы с вами это знаем. Враг будет разбит, победа будет за нами. Фильм рассказывает о процессе века, о первом и ключевом из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии. В Нюрнберг 1945 года съезжается огромное количество людей со всего мира. Город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями, участниками и сотрудниками процесса. Среди них главные герои фильма – Игорь и Лена, которые влюбляются друг в друга и проходят множество испытаний. На мой взгляд, сейчас некоторые государства пытаются переначать всю историю, преуменьшить роль российского, советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому молодым людям в обязательном порядке нужно знать свою историю, знать, как это происходило и что было. Подрастающее поколение на фильм пришло с большим интересом. Ребята хотели бы подробнее узнать о судебном процессе в Нюрнберге. У нас очень хорошо передают исторические события. Ты вообще любишь историческое кино? Да, я люблю историческое кино, я очень часто смотрю его. Конечно же, это очень важно, потому что победа достигалась огромной ценой. Мы потеряли очень много людей, и этот суд имел огромное значение для нашей страны. На просмотр фильма также пришли ветераны боевых действий, родственники участников СВО, члены патриотических клубов. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ. В регионе продолжается борьба с незаконным оборотом наркотиков. Задержан 24-летний житель Республики Татарстан. Установлено, что молодой человек приехал в Ульяновскую область около месяца назад и купил через глобальную сеть 40 закладок для дальнейшего распространения. Полицейские изъяли у злоумышленника свертки, содержащие порошкообразное вещество белого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством. Энметилофедрон массой более 18 грамм. Следственным отделением Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на 20 лет. Сейчас он заключен под стражу. В Центре опережающей профессиональной подготовки провели тренинги для воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Главная задача – создать условия для личностного и профессионального роста. Как прошла встреча, расскажем в нашем материале. Говорить красиво, а главное – уверенно. Хороший навык, который пригодится каждому. Тренинг по ораторскому мастерству провели для воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Ребята смогли развить навыки речи и получить новые знания. Перед детьми выступят сегодня два спикера. Первая – это Ксения Фомина. Она будет выступать по ораторскому мастерству. Расскажет ребятам лайфхаки для публичных выступлений. То есть такой вот софт-скилл с мягкими навыками. Стараемся помогать ребятам развивать их. Также для ребят провели тренинг по созданию цифрового контента. Как отмечают организаторы, тема пользуется популярностью у молодежи, так как это доступный способ проявить себя и раскрыть творческие способности. Кроме того, мастер-класс провели для педагогов-психологов. Обсудили вопросы профессионального выгорания и инструменты выстраивания коммуникации с детьми с травмами. Мне бы хотелось как-то поделиться с вами. Хотелось бы сначала снабдить вас инструментом, чтобы вы могли как-то ваших детей поближе узнавать, получать информацию одновременно, какую-то отдушину для себя. Встреча прошла в Центре опережающей профессиональной подготовки. Здесь, независимо от возраста, помогают развить навыки и способности, способствующие профессиональному росту. Наша идеология – это выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития. Независимо, школьник, студент, молодой специалист, или вы уже взрослый человек, но пришли к профессиональному тупику, здесь у нас есть и возможности, которые помогут выставить вам индивидуальную траекторию профессионального развития так, чтобы вы были успешны. И наша задача – это показать успешность на рынке труда. Подобные встречи планируется проводить раз в квартал. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. Переполненные трибуны и радость от победы. После двухлетнего перерыва в Ульяновск вернулся большой флорбол. Местная мужская команда «Солнечные орлы» приняла третий тур чемпионата России. В спорткомплексе «Новое поколение» за играми следила и наша съемочная группа. Вместо коньков – кроссовки, вместо шайбы – пластмассовый полумяч. Вместо ледовой коробки – площадка размером с мини-футбольную. Это флорбол. Многие называют его младшим братом хоккея с шайбой, но только не сами флорболисты. Мы считаем, что мы достаточно самостоятельный вид спорта, отдельный. И мы не какой-то суррогат, да, чего-то с чем-то. Это отдельный, прекрасный, замечательный, очень зрелищный вид спорта. И весь спектр этой красоты принял Ульяновск. В спорткомплексе «Новое поколение» прошли матчи третьего тура чемпионата России. Для Ульяновской области он особенный. Впервые в своей многолетней истории местная команда претендует на золото. В турнире она выступает под названием «Солнечные орлы». Эдакий бренд всего ульяновского флорбола. «Солнечные орлы» – это «Орел-могильник», экологический герб Ульяновской области. Команда выбрала это название, и под единым названием все играют. Есть детские команды, есть чемпионат области. Ну и очень часто проходят всероссийские турниры. На очередном таком турнире на площадку «Нового поколения» выходит семь сильнейших команд страны. Из Нижегородской, Архангельской, Омской областей в том числе. «Солнечные орлы», конечно, в особом положении. Они проводят три поединка и всякий раз на трибунах аншлаг. «Солнечные орлы», «Солнечные орлы», «Солнечные орлы», «Солнечные орлы». Правда, в первом матче против Омской Сибири эта поддержка не сработала. «Орлы» не просто уступают 4-9, но и пропускают там мячей на первое место в турнирной таблице. Исправлять ситуацию приходится в играх против нижегородцев. Мининский университет обыгран 9-3. А вот Светлугой пришлось помучаться. После двух периодов соперник ведет 2-1. «Немного перестроили игру, перешли на две пятерки. Ну и, конечно же, настрой наш Ульяновский. Мы сначала создаем сами себе проблемы, потом героически их решаем». Шесть мячей подряд забрасывают «Орлы» и переворачивают игру с ног на голову. 1-2 превращается в 7-2. Отличаются и сам Алексей Головин, и его партнер по атаке Сергей Сандалов, и даже играющий тренер Алексей Столяров. В итоге победа 7-4. И «Орлы» продолжают гонку за медали. «Я мечтаю, конечно, о золотой, но я, конечно, реалист, что золото мы, наверное, в этом году постараемся, но, наверное, по очкам мы не успеем догнать лидеров. Поэтому будем, ну, хотя бы за серебро будем биться». Финальная битва намечена на первую половину мая. Она пройдет в Омске. «Орлам», которые сейчас идут на втором месте, надо будет сыграть три матча. С уцсадером «Техника» из Навашина, с «Середняком-Нижегородцем» и с главным конкурентом за медали – «Архангельским помором». Победы хотя бы в одном из этих поединков гарантируют ульяновцам место на пьедестале. Впервые в истории. Михаил Сашанский, Управо-ТВ. В Центре развития и сохранения фольклора прошла областная творческая лаборатория, посвященная сохранению культурного наследия региона. Она объединила работников культуры, руководителей фольклорных коллективов и директоров районных школ искусств. Подробнее в репортаже Мадиной Смаиловой. «Дорогами народных традиций». Это название ярко отображает суть творческой лаборатории, главная тема которой – сохранение нематериального культурного достояния. Именно народные традиции являются основным механизмом воспитания подрастающего поколения и передачи культурных и духовных ценностей. «Если традиции не умирают, значит народ живет. Если возрождается творчество, возрождается в наших маленьких детях, то есть надежда, что оно сохранится и будет на века». На творческой встрече обсудили итоги деятельности Центра развития и сохранения фольклора и вопросы преобразования работы с объектами нематериального этнокультурного достояния региона. Участникам лаборатории презентовали доклад по картам ремесел Ульяновской области, рассказали о таком фасадном декоративном элементе русской избы, как дымовая резьба, а также поведали о традиционной обрядовой выпечке, которую готовили наши предки. Отличались пироги не только своим названием, но и начинкой. «В первую очередь были пироги именно с кашами пекли. То есть это были пшомные каши, это были заварихи различные. И именно с ними начинали пироги делать. А потом уже позже пришел тот же картофель». Гостям лаборатории рассказали об обрядовой выпечке, которую готовили хозяюшки осенью и зимой. Именно этими изделиями одаривали календовщиков на Рождество. А с добными жаворонками закрикали весну. «Обрядовая выпечка – это не только, как вы заметили, верно вкусно, но это еще и достаточно занимательно и интересно. Вообще сохранение традиционных народных рецептов, которые пришли к нам из далеких времен, и которые были переданы нашими предками, они составляют определенную ценность». Завершила творческую лабораторию выступление народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладонка». Участники спели народные песни села Троицкий Сунгур Новоспасского района. Весь песенный материал собирались сами на фольклорных экспедициях. Эти песни прошли путь от исследовательской работы до концертного выступления. Сегодня проблемы сохранения традиционных народных ценностей приобретают все большую актуальность. Исследуя дорогами народных традиций, мы можем сберечь связь времен, бережно собрать, обработать фольклорные материалы и попытаться найти им место в современной действительности. Мадина Исмаилова, Анатолий Рассохин, Улл.Правда.ТВ Банк «Открытие» приглашает на работу начинающего специалиста. Требование – уметь четко и уверенно говорить и пользоваться компьютером. Опыт работы в банке необязателен. Зарплата от 38 тысяч рублей. Телефон 8-937-259-3649. Это руки Димы Белова. Они думают, что уже через месяц могут управлять сложным цифровым станком. И правильно думают, потому что Дима – выпускник профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Выбирайте колледжное проф.рф. Ведущие работодатели уже ждут наших выпускников. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. 7 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит минус 1 градус. Ветер западный – 4 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Улл.Правда.ТВ в 18.30, 20.30 и 23.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok